Прозвучал свисток, начался у нас второй тайм. Бойко. Виталий играет. Линейная передача на Масиенко Романа, Роман на Кульматицкого. Постарается, судя по всему, взвинтить темп Сокер. Бойко. Ставит корпус. Вот если бы после этого движения сразу как-то развернулся и пробил, было бы, конечно, интересно. А так сейчас много борьбы, и в итоге эту борьбу понемногу выиграл Зализнин, но без продвижения. Звы на Дмитрия Лещенко. Зализнин на Дмитрия. Хорошая, острая передача. Это гол у нас. Зализнин отдает передачу на Лещенко. Дмитрий, я повторюсь, и очень ранний мяч, который вводит вперед команду ЗЗБК. Прямо со старта второго тайма. Три-два таким образом счет, и то ли еще будет. Самое интересное, впереди за белыми. Каков ответ у них будет на эту игру? Уверен, слаженный футбол. Показали ЗЗБК. Не спроста, я думаю, они заняли второе место. Каждая игра, как часы, стабильно, да, возможно, без каких-то феноменальных игр и спадов. Все ровно. Но это результат того, что ребята сыграны и комфортно друг друга понимают. Второй пас был вратаревый. И... Ребята, это такой классный шуток. Назад! 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 В стенку пришелся этот удар, а конкретно Дмитрия Лещенко. Зарицкий играет на Цинского, Максима на Кульматицкого. Цинка поставил корпус. Я увидел фол и недоволен Дмитрий как раз. Значит, это у фола. Но фол есть фол, и это первая копилка во втором тайме. В негативную копилку ЗЗБК. Кульматицкий. Назад! Назарицкого небольшой брак при передаче не позволяет продолжить атаку и разместиться поближе к воротам команды соперника. Дмитрий Млещенко навешивает. Осиенко. У нас есть некое отличие, пробивает сетку мяч, а вот видим, что едва ли до табло не долетел. Кульматицкий, дриблинг, проходит сам, одного, второго, очень хорошо. Пробить точно не смог. Ну и правда, Зарицкий там Александр на дальней штанге уже открывался. Неплохой момент. Лещенко навешивал Константин на брата. Мяч вылетел за пределы поля. Цинский. Кульматицкий. Очень красиво, Зарицкий. Подбрасывал мяч, дабы передача прошла. И видим, что... Не так-то, это просто. Залезный. Попробовал отдать передачу. Зуй, не получилось. Кульматицкий играет на Масиенко. И у нас близняя штанга вратаря открыта. Это вратарская ошибка, друзья. Кульматицкий отдал голевую передачу на Романа Масиенко. И гол на 24-й минуте. Сравнивает счет. Сокер, вот это ответ. Достойный ответ. У нас равная игра. Рубцов играл на Долинского. Масиенко. Кульматицкий. Масиенко. Ну, неточный мяч выкатывается за пределы. Лапушанский на Цинского. Ставит корпус Максим. Попробует обыгрывать. Нет, все-таки играет передачей. Но, правда, здесь борьбу корпусом проигрывает. Мазуркевичу Роман Масиенко. Кульматицкий. Кульматицкий. Ну, тут передержал немного мяч. Уже при передаче как раз видно было, что ушли игроки с той позиции. С подстраховки, будем так говорить. Масиенко. Роман Мазарицкого. Кульматицкий. Снова Рубцов. И хороший отбор. Радченко. Масиенко. Не точная передача. И снова Радченко в отборе играет. Рукевич. Ошибка. Далеко принял. Сейчас верный розыгрыш. От сокера. Дорицкий зачем-то возвращал. Передачу можно было пробивать в упор. Я думаю, ну, во всяком случае, с этого ракурса, с балкона. Показалось бы, так было бы продуктивней. Но этого не было. Рубцов. Долинский. Сильный удар для Антона Пушанскидева. Долинский. Мазуркевич. Навешал Долинский на Ярослава Глазько на капитана команды. Но фон был до этого. И штрафной. Достаточно интересный штрафной, чтобы попробовать какой-то тактический розыгрыш применить. Вот этот розыгрыш небезопасный для ЗЗБК. Кульматицкий. Очень смело и далеко выходит до киберкоманды ЗЗБК. И не позволяет себя таким образом переиграть. Хороший выход. Вовремя прочитал ситуацию. И счет на табло не изменился. Хотя шанс был у Владимира Кульматицкого. Владимир Рубцов. Аут будет разыгрывать. Играет на Долинского. Тарасов. На Ярослава Глазько. Подбор. Раченко борется. Масиенко Роман. Павел тут ошибся при передаче. Уже проскочил зону как раз таки в стенку. Роман Масиенко. Контратака от ЗЗБК. И выкатывается мяч за пределы поля. Подскользнулся там Рубцов. Бойка. Виталий. По-моему там фалили сзади по ноге. Не знаю. Судья судя по всему не заметил. Рубцов Владимир. Ушибается. При передаче слишком много дриблинга. Начал пробовать. Владимир Рубцов технично. Диагональный пас отдаёт на Долинского. Снова Владимир Рубцов. Лакушанский. Спарировал. Ну сразу же вбрасывает. Есть шанс пошире играть. У Сокера был сейчас. Зачем-то пошёл в центр. Бойка Виталий. И я думаю, поэтому атака и не продолжилась. В лучшую сторону закончилась прямо в центре поля на ваших глазах, друзья. Зуя отыграл на Константина Лещенко. Вот Зализный здесь обработать мяч не смог. Стрижов. Небрежный аут. Павлюк, Валерий. Хороший пас отдаёт на Бойка, а вот тот под левую ногу не смог обработать. Отскочил мяч. И что делает Ратченко? Подарок, подарок. Всё-таки это был. Я за ЗБК и видим, что удар с левой ноги у Зализного не то, что не получился, а вообще вылетел за сетку. На четыре яруса выше. Стрижов на бойка отдавал передачу, видим, что не точно. Знаем мы, что Стрижов играл за стельмах в бронзовой лиге, но и, наверное, просто к темпу ещё не привык. Команда «Сокер» да и соперника команды ЗЗБК. Фалит здесь и жёлтая карточка у нас для пятого номера. Владислав Зализный не упустил шанс, чтобы лишний раз вот таким образом сорвать атаку, потому что могла быть перспектива. Всё-таки навес просто в никуда, просто для разгрузки от Александра Зарицкая. Судя по всему, хотел бы, наверное, чтобы борьбу там продолжил вести. Попушанский, бросают на Хульматицкого. Да, Владимир попробовал дальше прорваться. Радченко догнал этот мяч и на него тоже никто не откликнулся. ЗЗБК с мячом. Старается построить свою убедительную атаку, дабы забить первым из ЗЗБК. Но «Сокер», по-моему, понемногу адаптировался к покрытию и начинает играть привычный для себя футбол. Учитывая, что много изменений было в заявке, и как ни крути, это всё-таки будет сказываться и на темпе, и на взаимопонимании команды. Александр Зарицкий. А, вот он разыграл, навесил на Радченко. Поперечный навес легко перехватить. И, судя по всему, это стало поводом для Дмитрия Зоя всячески помешать розыгрышу команды «Сокер». Галкипер выбрасывает. Зализного в касание попытался перевести Зализный. Ошибка это была, и сейчас как будет распоряжаться с мячом белые. Зарицкий. Диагональный паст прочитали. ЗЗБК. Кульматицкий. Свободно развернуться никто не даёт пока. Кульматицкий играет на Валерия Павлюка. Попробовал тут обыгрывать, не получилось. Но сейчас от Кульматицкого хорошая попытка. Валерия Павлюка даёт голевую передачу. И Владимир Кульматицкий забивает крайне важный мяч. Владимир хорошо пошёл, подловил на движение. И вот у нас на 34-й минуте он даётся «Сокеру» выйти вперёд. Чем ответит ЗЗБК и как будет сейчас разыгрывать? Будет ли закрываться «Сокер»? Это, наверное, вопрос. С этой встречи. Напомню, что в два круга будут играть команды в Премьер-лиге. Продолжай, перепасовываться с ЗЗБК. Рубцов. Читалась-то передача. Владимир сразу осознал это. И сейчас шанс был уйти в атаку. Слабовато было передачи. Чиньский. Назарицкого. Масиенко. Много недовольств мы слышим спорных. Дмитрий недоволен тем, что считает, были там ауты. Избиратели. Баланс. Мне сложно говорить. И сразу принимать решение. Ну, здесь сфалили сокер. Хотя вот Роман тоже говорил, что играл в мяч. Глазьком, Ярослав, Малесенко, ой, прошу прощения, Долинского. И у нас гол в девятку. Очень симпатичный мяч и невероятный ответ от ЗБК. Рубцов отдал эту передачу, как я понимаю. Просто какой-то топовый мяч у нас от Долинского. Парасов на 35-й минуте. 4-4, равная игра. Что говорить. Нокдаун у нее от такого гола. До последнего казалось, что будет крестовина или вылетит вообще. Здесь не вратаря, а ошибка. И вот у нас Сокер атакует. Хороший розыгрыш. Но удар мимо. Зализный. Играет на Рубцова. Рубцова. Плохой пас. Роман близко слишком для того, чтобы как-то его обыграть. И сейчас потеряли мяч с ЗБК. Кальматицкий. Дальше. Дальше. Галаги. Рубцов. Рубцов. Ещё один у нас штрафной. Завицкий Александр на Кульматиску. Это гол, это ошибка вратаря. Неожиданно и неприятно для ЗАЗБКА, но крайне важный мяч для Сокера. И с каждой минутой, когда продолжают у нас эти догонялки от команд, каждый гол последующий становится более важным, так как время сокращается. Всего две с половиной минуты играть. И вышли вперёд Сокер. 5-4. Антон Лапушанский. Отменный сейф. Отменный сейф. За две минуты до конца вырос темп СЗБК. Судя по всему, могут они наращивать. Ещё одно вступление в игру вратаря. Глазько. Ярослав играл на Дмитрия Лещенко. Цинский. Рубцов. Владимир Рубцов сейчас с мячом. Зря он тут полез в обыгрыш. Неверное решение, как по мне. И мяч не выкатывается за пределы поля. Достает его. Вратарь стоит центр на раз. Ну и тайм-аут. Важный тайм-аут. Минута всего остаётся. Но за минуту СЗБК удавалось забить два гола. В крайне важном матче. Против как раз такие. Туаласа в прошлом сезоне. И я бы сказал, это просто, наверное, одна из лучших побед, что мы видели пока что на турнире. Пятого подключает СЗБК. Я, честно говоря, не припоминаю, когда это происходило. Но вот сегодня решили, что нет времени на раздумие. Всего пятьдесят секунд. Лещенко на Глазько. Но Лещенко. Рубцов. Хороший удар, но на исполнение. Застрял, блядь, в сетке. Решается здесь выбить Сынский. Не доверяю всё-таки Антону Лопушанскому. На всякий случай. По добру, по здорову. Много сейчас давления на ворота. И на вынос тут играет Сокер. Три секунды до конца. И звучит свисток. Счёт у нас 5-4. Выигрывает Сокер. Всем мы их и поздравляем в первом туре. Кстати, да? Как вы просто? Конечно. الإ EVERY-ogle. Не тоже. stemпроводовогоumbledора. Нет. Не, не любим! Есть, например. Нет.